Так. Всем здравствуйте. Так. Времечка уже у нас много. Так. Здравствуйте, девчонки. Так. Сейчас мы вот так сделаем. Это хочу предложить вашему вниманию дизайна сегодня. Какие-нибудь такие незадейливые, незадачливые. Так. Ой, нас уже даже очень много. Привет всем, девчата. Сегодня у нас четверг. И мы с вами, как обычно, по четвергам встречаемся в два часа и проводим прямой эфир. Так, вот так. Хочу предложить вам сегодня тоже варианты дизайна. Здравствуйте, добрый день. Хочу, как обычно, сделать какой-нибудь вариант дизайна, который, может быть, кому-то будет по душе придется. И сегодня, ну, на самом деле, надо представиться же, да? Здравствуйте, здравствуйте. Какая красота. Ой, спасибо. Итак, девчат, четверг, два часа дня, как всегда, встреча в прямом эфире. Сегодня буду с вами я, Наташа Коклюгина. Я инструктор школы Екатерина Мирошниченко в городе Ростове-на-Дону. И вот довольно-таки уже длительное время у нас эта традиция завелась. В два часа дня, в четверг, рисовать какие-нибудь незатейливые дизайны. Даже не рисовать, а делать. Делать быстрые дизайны. Вот. И, значит, сегодня не исключение. В моем задании в сегодняшнем стоит работа с новым набором гель-лаков Sensations. Sensations. Вот такие красивые розовые коробки. И очень красивое содержание внутреннее. Так. Вот. Шесть цветов. Шесть цветов. Это для любителей розовых оттеночков. Вот, например, есть кто-то любитель, например, черненьких френчиков. Как-то, да, вот не очень заходят розовенькие. Но зато прикольно делать дизайны с ними. Так, для глазок очень приятно. Итак, шесть цветов. 381, 382, 383, 84, 385 и 386. Значит, здесь у меня вот даже есть выкраска их. Вот они тут, сены есть на месте. Ну, чтобы было понятно примерно, да, есть и темные оттенки, и светлые оттенки. На любой вкус и цвет. И для светленьких, и для темненьких. Добрый день. Омск. О, привет, Омск. И Смоленск тоже вместе с нами. Так прикольно, с разных городов. Надо же. Итак, девчат, шесть оттеночков, да. Наборы продаются у нас и на сайте Эми Шоп, да, и... В городах, в регионах, которые представляют продукцию. То есть, как бы, везде этот набор уже есть. Есть он в шести. Это вот у меня шесть миллилитров пузыречки. Есть и по девять миллилитров. Вот. Поэтому, как бы, если кто-то еще не приобрел и захочет, девчат, все это есть на сайте, то есть без всяких проблем. Вот. И мы с вами возьмем сейчас работу как раз-таки гирлаки из этого наборчика. Все, убираю в сторону, не буду сильно долго, потому что в предыдущем мы, как бы, тоже долго разговаривали на тему, какие гирлочки, какого цвета входят в этот наборчик. Так. И Владикавказ вот у нас присоединился. Здравствуйте, Наташечка. Большое спасибо за здравствуйте, Татьяна Владимировна. Вот. Значит, хочу предложить вам сделать вот такой вот вариант. Девчат, что нам для этого потребуется? Нам потребуется белый фон. Да? Белый фон может быть абсолютно любым. Белый фон. Ну, конечно же, это на всю ноготь. Ну, тут здесь просто как бы градиент сделан, да, и отпечаток с помощью техники стемпинг. А я хочу заострить внимание вот на таком варианте, когда не на весь ноготочек, а только на половинку. Привет из Калининграда. Вот это география у нас сегодня. Алена, здравствуйте. Привет Калининграду. Вопросик тут подняла глаза, и пока читаю вопрос. Наталья, а вы всегда только с черным френчем? Вот сколько вас наблюдают, другого не видела. Да, я в 16 лет работаю в компании Эми. В 16 лет наращиваю ногти в салоне Эми. И в 16 лет я хожу с черным френчем. Я уже говорила, мне кажется, что он меня стройнит. Так как я человек не очень публичный, вот, и как бы считаю, что самое красивое во мне это ногти. С черным френчем. Вот, поэтому всегда с черным френчем. А вот, когда делаю много дизайнов, конечно, глазки меня радуют. И мне, знаете, я вот, бывает сута вот этим всем. Это вот насобиралось за небольших, по-моему, ноября. Наверное, с октября. С октября, наверное. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь и начало уже февраля. Вот это дизайны мы все делали в мастер-классах по четвергам. Вот в четверг мастер-класс. И вот такая вот огромная планшетка собралась дизайнов. Есть еще одна планшетка, которую я начинала вести с мая. С мая месяца. И вот это вот май, июнь, июль, август, сентябрь. То есть тут тоже это все дизайны с прямых эфиров по четвергам. Прикольно. Много всего собралось уже за это время. Вот. Но мне нравится черный френч. Вот. А мы возвращаемся к с вами. Приглашение людей на обучение. Здравствуйте. Куда можно задать вопросики некоторые по поводу диплома? Ну, я думаю, сейчас вот к нам менеджеры подключатся. Я думаю, что свяжутся с вами и ответят. А вообще, если что, связаться просто с головным офисом. Вопросики некоторые по поводу диплома и приглашения людей на обучение. Так, по поводу диплома. Я потом тоже девчонкам заострю внимание и скажу, чтобы вот спрашивали. Так. Ну, а мы с вами все, возвращаемся к теме, потому что уже очень много времечка я так убежала. Итак, девчат. Для того, чтобы сделать вот такой вот вариант дизайна, мы с вами должны начать с того, что сделаем фон. Итак, на укрепленной ноготь базой мы с вами делаем белое покрытие. Белое покрытие. Ну, опять же, фон может быть любым. Я сделаю вот так, как у меня на образце. Вчера сидела, делала. Так, значит, белый фон. Белый фон. Ну, в нашем случае это, конечно же, либо это гелевая краска альпийский снег, вернее, правильное название будет краска гелевая альпийский снег, либо белый гель-лак номер 01, белый лотос. И гелевая краска, и белый лотос, гель-лак ложатся очень плотным слоем. Не надо сильно жирно. Надо тоненько и аккуратненько. Гелевая краска и гель-лак довольно-таки плотные сами по себе, поэтому достаточно даже будет в один слой. Ну, если краска не легла плотно, ну, конечно, тогда можно нанести два слоя. Значит, для градиента я хочу взять три цвета. Хочу задействовать три цвета. Какие мы цветы три цвета возьмем? Значит, давайте возьмем, например, 385-й цвет. Вот видите, вот такой вот он светленький за основу. Затем немножечко добавим цвет потемнее 383-й. Чуть потемнее. Ну, и давайте самый темный, конечно же, из коллекции возьмем 382-й. Вот такой самый темный. И начнем мы, девчат, делать покрытие со светлого цвета. То есть вы сначала белаете вот этот светлый фон. Видите, вот он. Видите, светлый фон. Так как здесь негде будет особо разгуляться, поэтому нужно будет все делать на маленькой поверхности, на небольшом участке ногтевой пластины. Поэтому должно быть все в разумных пределах. Не надо сильно жирно, не надо сильно много. Так, и теперь мы берем с вами и аккуратненько, ну, вот так, например, давайте начнем. Это не принципиально важно. Вот таким вот образом отделяем часть ноготочка, на которой мы будем делать градиент. И очень-очень-очень тоненько и аккуратненько наносим светлый цвет на часть ноготочка. Очень тонким слоем. Просушиваем 30 секунд. Теперь мы будем добавлять цвет чуть-чуть потемнее. Пока сохнет у меня покрытие, прикольное тут сообщение, очень красиво, красиво. Так, пришла, нужно... Так, Наталья, вы меня поразили ответом. Вот как так, такое разнообразие, а вы такая верная вашей стройности. Ну, потому что это единственное стройное место во мне. Я же, вот меня не видно, что я за кадром. Я просто очень много места занимаю. А вот тут вот мне нравится так аккуратненько, чисто, ничего лишнего. Очень так по-стройному смотрится. Так, дальше, девчат, мы начинаем добавлять следующий цвет. Я понимаю, что это свои, но каждый последующий слой, конечно, каждый последующий цвет старайтесь наносить потоньше. То есть не надо сильно толсто. Очень-очень тоненько и аккуратненько. Значит, аккуратненько по краешку добавляю. Цвет потемнее. Так. И, девчат, добавлю сейчас сюда немножечко теклоса, потому что я не буду добавлять больше светлый цвет, чтобы не наваливать сюда толщины к валикам. Вот, поэтому хочу, чтобы через прозрачный я возьму и добавлю вот так вот теклос. Теклос 100 без липкого слоя. И в данном случае теклос будет работать как водичка. И теперь, девчат, с помощью кисточки для градиента, она у нас одна единственная, номер четверочка, да, и вот с помощью этой кисточки мы сейчас с вами возьмем и аккуратненько смешаем вот здесь вот. Просто смешаем. Не будем никуда особо ничего тянуть. По границе получается смешиваем, да, второй цвет с теклосом. С теклосом. Чтобы не добавлять еще лишний слой сюда ближе к валику, да. Можно, например, взять кисточку, любую другую. Вот я, допустим, вчера, когда готовилась к прямому эфиру, я вспомнила о том, что есть кисточка, например, мазочек номер 3. Тоже, наверное, есть у мастеров мазочек номер 3. Она такая прям потолще. Но я сделала из нее вот так вот лопату. Так. И аккуратненько вот так вот по границе, по границе, чтобы не добавлять потом еще лишний слой. Просто растушевываю. Все. Теперь просушиваем. Тут вот комплимент от этого самого прилетел. Так интересно, Наталья Вучин. Спасибо большое. Спасибо большое. Красивое, но не публичное. Так. Просушиваем, девчат. И добавляем третий цвет. Ну, вот, а третий цвет можно просто не кисточкой добавить, а буквально какой-нибудь... Не кисточкой с флаконом, я имею в виду, а взять капельку. Взять как раз-таки, вот, например, мазочек номер 3, либо любую другую удобную для вас кисточку. Абсолютно не важно. Так. И теперь добавляем... Мы работаем с вами гель-лаками. Гель-лаками из коллекции Сенсейшнс, да? Гель-лочки такие красивые, розовые оттенки, темные, светлые. Видно, добавила. И теперь можно взять капельку теклоса. Топ без липкого слоя. Вот, смотрите, топ теклос. Топ теклос, он, знаете, как бы работает, как водичка. Как водичка. И вот кисточку слегка-слегка смочила в теклос. Смочила, но тут же отжала. Все. Лишнее все убрала. То есть там есть как бы теклос, да? Но его там совсем-совсем чуть-чуть. Так, и теперь аккуратненько по границе. По границе аккуратненько растушевываем наш дополнительный темный цвет. То есть у нас получается с вами светленький цвет остался около вот здесь вот валиков, да? А здесь мы начинаем потихонечку затемнять. Если недостаточно будет, да, ну, допустим, консистенция, да, темного цвета, можно будет потом чуть-чуть пройтись, добавить. Ну, а пока довольствуюсь тем, что у меня есть. В принципе, считаю, что в принципе нормально получилось. Это просто фон. Это просто фон, на котором мы сейчас, конечно же, продолжим работать. Аккуратненько растушевываем. Так. Аккуратненько все растушевали. Хочу на кончике немножко подтемнить. И просушиваем. Просушиваем. Можно заказать ваши наборы. Сейчас, девчат, я затрудняюсь ответить на вопрос. А можно на... Да я думаю, что можно. Валдерис, да, я так понимаю. Я думаю, что можно. Посмотрите, пожалуйста. Если нет, то очень легко заказать на сайте Эми Шоп. Скул, ой, господи, прошу, господи, прощения. Эми Шоп, да, то есть как бы через интернет. Просто продукция именно берите, вам все равно вывалится именно интернет-магазин, на котором можно будет очень легко заказать. Так. И мы теперь с вами продолжаем. Если вдруг что-то пошло не так, я вот, знаете, захотела чуть-чуть на кончик кисточки набрать, просто чтобы вот здесь вот чуть-чуть внизу. вот теперь мне будет больше нравиться. Немножечко вернулась к первому цвету для того, чтобы так, чуть-чуть граничку растушевать. Все. Вот теперь точно просушиваем. Так. И теперь мы будем с вами добавлять в работу, да, технику стемпель. Какую мы возьмем пластинку? Со шрифтами какую-нибудь. Очень интересно. Сейчас очень современно смотрятся всякие такие вот именно машинописные какие-то тексты. Журнальная страница, газетная страница. Видите, вот на заднем плане. Можно что-нибудь тематическое. Ну, например, там можно такой дизайн подогнать, например, под День Святого Валентина, например, да, скоро же там 16 февраля. И, например, можно там что-нибудь I love you, там какие-нибудь может быть пластинки у кого-то есть, да, то есть как бы что-нибудь про любовь сюда можно вот сюда настучать. Возьмем, например, пластиночку шрифт вот такой вот, да, видите, вот всякие тут вот как раз такие машинописные тексты. И знаете, чем я хочу отпечатать? Не лаковой краской, не лаком, а хочу взять в работу Эмпасту. Эмпасту, черная смола. Она не будет так четко отпечатываться, как черный лак или там лаковая краска какая-то специальная. Наоборот, Эмпаста будет отпечатываться таким, более полупрозрачным каким-то таким отпечатком, то есть не так ярко будет, чтобы сильно не привлекало внимание. Хотя вы знаете, если, например, вот я пробовала подматовый топ сделать, вот, тоже прикольно смотрится, и как бы все эти буковки уходят на задний план. Здесь у нас на глянце, видите, как бы сделано. Вот, здесь тоже на глянце. Но в любом случае сделаем именно отпечаток Эмпасты. Вот. И, и, и аккуратненько возьму Эмпасточку, возьму пластиночку и возьму такие довольно-таки крупные буковки. Сейчас я вытру, вытру. Надо, чтобы пластинка, конечно же, была чистенькая и блестела. Сейчас что вытрем салфеткой, что не вытрется салфеткой, а штаны вытрем, потому что во процессе мастер-класса знаете, как нервы так стучат, что не дай бог по голове. Так, и давайте вот немножечко я так даже можно часть, например, часть пластиночки закрытим пастой, часть не закрывать. Так, убираем все излишки и набираем Эмпасту на подушечку легким накатом, чуть-чуть с усилением, чтобы сильно не размазалось. Видите, нету такого яркого отпечатка, как это, допустим, будет делаться с помощью лака или лаковой краски какой-то, то есть, чтобы оно было такое, не очень яркое. Вот знаете, если отпечатывать белую Эмпасту, белая Эмпаста отпечатается очень круто, очень классно. И вот смотрите, сижу, разговариваю, те, кто работает с пластинками для стемпинга, те, кто работают в этой технике, понимают, что лак или лаковая краска очень быстро застывает на воздухе, высыхает на воздухе и уже отпечатать практически нереально. А видите, с Эмпастой можно поговорить до завтрашнего утра и никуда она не денется, ничего с ней не будет. То есть, вот я ее тут держу и, естественно, пока она в лампу не попадет, не заполимеризуется. Поэтому очень удобно работать с Эмпастой. Черная Эмпаста, ну, не такой яркий отпечаток получается, как, конечно же, лаковой краской там. А белая Эмпаста четкий прям получается. Отпечаток очень плотный, красивый. Белая Эмпаста вообще супер подходит для техники стемпинга. Так, ну, меньше слов, больше дела, скажем так. Отпечатываем. Допечатываю, так как это у нас абстракция. Вот видите, получилось, как прикольно. Мне прям нравится. Не заходила практически за границы. Новый бокс, когда будет, мечтаю о нем. Да, я слышала на самом деле, что бокс скоро будет, туда будет даже сходить пластинка для стемпинга с аффирмациями. Очень прикольная тема. Вот, поэтому вот буквально вот-вот все это уже как бы проверено, тестировано и уже вот-вот появится в продаже. Так, а пока мы отпечатываем. И сейчас практически здесь вот все видят, случилось чудо. Супер-пупер мастер, которого я безумно люблю и уважаю. Анна Колод поздоровалась со мной. И это просто я не могу отдельно не отметить. Здравствуйте, Анна Ивановна. Рада вам. И вам огромный привет. Вот, Таня Телегина. Добрый вечер из Братска. Привет, Братску. Безумно люблю город Иркутск. И если здесь есть кто-то из Иркутска, город, в котором я прожила много лет и после Иркутска переехала жить в Ростов-на-Дону. Девочки, здравствуйте. А как у вас на белый цвет не попал стемпинг? А как у вас на белый цвет такие же подушечки же, видите, они же прозрачные. Вы же четко видите, что там внутри. Вы видите, как вы подносите подушечку и вы отпечаток делаете только на цветной вот эту часть. Я даже, знаете, вот так вот взяла сейчас и не вытирала даже липкий слой. Я отпечатывала им пасту и поэтому как бы никуда не размазалась, никуда не делась и получилось все четко. Я просто видела конкретно, куда ставлю и все, поэтому на белый цвет не попало. А если бы у вас попало на белый цвет, девчат, масло масляное, то, конечно, просто можно было бы вытереть и потом просушить. Так, теперь, почему подушечка матовая? А как у вас на белый цвет? По поводу белого цвета, а почему подушечка матовая? Так, ну, подушечка очень старенькая, очень-очень-очень такая рабочая лошадка. На самом деле подушка становится матовой, если часто ее вытирать обезжиривателями, жидкостями для снятия гель-лака, конечно же, они портятся, девчата. Но это расходный материал, вы ничего с этим не сделаете. Если вы работаете лаком, лаковой краской, конечно, вы очищаете подушку с помощью, там, допустим, кто-то роликом для одежды, кто-то скотчем. Мне нравится скотчем очищать, очень классно. Но если, например, какие-то гелевые краски в экспериментах бесконечные, тестирование бесконечно, то, конечно же, вытирается быстро-быстро обезжиривателем, чтобы долго не думать. А если попадет стемпик на белый цвет, как его удалить, просто взять безворсовую салфеточку и стереть с той зоны, где вы отпечатались и где вам этот отпечаток не нужен. Девчата, ну это все просто. Так, итак, девчата, значит, все отпечатали. Здравствуйте. 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 Так, все просохло, все замечательно. И теперь, девчата, хочу продолжить работу. Можно, конечно, что-то сделать от руки. И вот, например, всякие вот эти вот веточки, всякие кустики, цветочки и так далее. Можно, конечно же, нарисовать от руки. Но, так как мы все-таки речь идет о быстрых дизайнах. Вот. И тут пока поговорили об одном, а во втором. Смотрите, очень много на сайте продается, да, то есть как бы очень много в магазинах представлено, конечно же, всяких наклеек, веточек. Их просто миллионы. Я посмотрела, они действительно все есть в продаже. И очень классно вспомнить, вот, допустим, тропический сад я использовала, номер 211, тропический сад. Видите, вот они веточки, и даже со с павочками такими, золотыми. Очень смотрится здорово. Ну, вот, украшает классно, прикольно. Вот. Такой вот вариант, например, 143 веточки, просто банально. И золотые, и черные. Точно так же классно будут смотреться, допустим, в данном нейтральном рисунке. Ведь цвет же может быть любой. Просто как идея вариант, да, как идею толкаем, да. Вот, не обязательно, вот. Ну, во-первых, как бы, конечно же, мы, проводя мастер-классы, конечно, мы пытаемся рекламировать продукцию, девчат. Но это как бы ничего в этом такого абсолютно нет. Но вы же можете использовать совершенно любые лаки, любые краски, любых цветов, и добавлять к ним любые декорации. Так, или, например, вот, 191-й, осенняя нежность. Тоже очень много вариантов всяких веточек. Видите, такие прикольные. То, что можно, в принципе, нарисовать и от руки в том числе. Но есть уже готовые варианты. Вот такие классные. 212. Флористика. Тоже тут, вот, смотрите, и веточки, и цветочки, и с ромби, и с квадратиками, с какими-то, и так далее. Итак, значит, любые шермиконы подойдут к такому дизайну, где вот мало-мальски что-то похожее на цветочки и веточки. Ну, так, чтобы на всякий случай вы запомнили. То есть, получается, 212-й, флористика. Вот такие можно взять. Значит, 191-й, осенняя нежность. Вот такие можно взять. Я уверена, те, кто работает с материалами Эми, 100% какие-нибудь вот такие варианты шермикончиков у вас есть. Они были, наверное, уже куплены, где-то лежат. Веточка. 143-й. 143-й шермикончик. Тоже веточки. Ну, а я взяла, например, вот такой вариант. Прикольные вот эти штучки. 211-й тропический сад. Взяла вот такие. Они просто у меня уже есть открытые. Сейчас я пока в сторону это уберу. Ай, у меня тут со светом. Так. Образцы просто сделала, уже взяла. Сейчас мы отсюда же и возьмем. Так. И вот теперь, девчат, если речь идет про работу с шермикончиками, то, конечно же, мы должны с вами подготовить поверхность. Многие мастера просто вытирают дисперсионный слой. Вытирают, как бы потом приклеивают наклеечку, закрывают топом. Стоит замечательно. Никаких проблем. Но мы обычно рекомендуем все-таки не вытирать дисперсию с цветного покрытия, потому как может цветное покрытие нарушиться, а покрыть топом теклос. То есть, таким образом, вы перекрываете ваше цветное покрытие, уже цвет не нарушится. Если даже что-то пойдет не так, уже ничего не сотрется и так далее. Итак, аккуратненько, тонким-тонким слоем. Все промежуточные топы, которые мы наносим, делая наши дизайны, конечно же, промежуточные топы, будь то теклос, это топ без липкого слоя, или будь то слайдер топ с липким слоем, всегда стараемся наносить очень тонким слоем. Просыхают такие топы, как любые гель-лаки, в течение 30 секунд. Поэтому 30 секунд просушиваем и приклеиваем веточку. Вот. Значит, снимаем сносителя с пластикового. Сейчас посмотрим, в какую сторону нам лучше будет. Очень удобно, да? Наклеечку подвинули к ноготочку. Так, ну вот в эту сторону, конечно, можно. А можно не вниз, а можно вверх, например. Ну, давайте я сделаю вверх. Вот так, да? Прикольно будет смотреться. Итак, снимаем сносителя. Аккуратненько вот так раз. И приклеиваем на просушенный теклос. Можно даже чуть-чуть повыше. Приклеиваем. Так, ну и теперь, девчат, нужно, конечно же, все это дело закрыть. Ну вот, смотрите, здесь вот я делала на глянцевой поверхности. Прикольно смотрится, да? А можно попробовать сделать такой же вариант, только на матовой поверхности. Значит, если вы хотите... Когда будет следующий эфир, спрашивают. Так, про белый цвет я ответила. О, какая красота! Спасибо, когда будет следующий эфир. Девчат, я говорю, когда говорю про четверг в 2 часа дня, это конкретно как бы я выхожу в эфир, потому что в моем расписании по четвергам в 2 часа дня прямой эфир я провожу. А вообще, каждую неделю, несколько дней в неделю, несколько раз в неделю, то есть как бы даже бывает в один день по 2 варианта мастер-классов, расписание выставляется в Инстаграм на аккаунте Екатерины Мирошниченко. То есть по понедельникам, как правило, всегда уже готово расписание на будущую неделю. И именно в Инстаграм, на странице у Екатерины Николаевны всегда есть расписание всех прямых эфиров, которые будут проходить на этой неделе. Просто проводит Катя Мирошниченко, Тагуи, девчонки, инструктора проводят. А конкретно мое время в четверг в 2 часа. А запись будет? Да, запись будет, конечно, на Ютьюбе. Все это дело можно будет посмотреть на Ютьюбе, именно на Ютьюбе аккаунт Екатерины Николаевны Мирошниченко. Вот, даже у нас подсказали нам расписание эфиров каждую неделю во всех каналах. Это вот я сказала про Инстаграм, про аккаунты Екатерины Николаевны Мирошниченко, просто потому что я тоже смотрю его в понедельник, чтобы ничего не пропустить. Очень переживаю, чтобы увидеть, четко понять, что я должна делать на этой неделе. Итак, ну а мы продолжаем. Я предложила вариант, который мы сейчас делаем, перекрыть матовым топом и попробовать закончить вариант именно на матовом топе. Сейчас. Так, матовый топ, вельвет топ, да? У нас он один-единственный топ, без липкого слоя. Очень хорошо высыхает, просыхает. И на матовой поверхности нашего вельвет топа, да, мы сейчас, конечно же, продолжим немножечко нашу работу. На самом деле, дизайн делается очень быстро. Это мы просто, как бы, да, понятно, что много времени тратим где-то что-то ответить, где-то что-то прочитать, посмотреть. А на самом деле, все это очень быстро. Просушиваем. Так, и продолжим работать, девчат, конечно же, с помощью черной эмпасты. Я могу нарисовать рисунок сверху на готовой поверхности. Это будет не то, что рисунок. Можно просто взять и любую веточку продублировать, сделать ее чуть-чуть объемнее, чем она есть на самом деле. И, конечно же, я не могу это сделать гель-лаком, я не могу это сделать гелевой краской, а именно гелевой краской без остаточной липкости. И в нашем случае это эмпаста. Так, какую кисточку возьму для рисования эмпасты? Ну, конечно же, 5 дробь 0 линеарную. Возьму черную синтетику сегодня. 5 дробь 0 линеарная кисточка. Тоненькая, длинненькая. Так, это я просто пока жду, пока у меня высохнет матовый топ. Так, возьму немножко черной эмпасты. Эмпаста, видите, вот отличается она от любых гелевых красок. Ну, во-первых, конечно же, она очень густая. Конечно же, она не плывет, не течет. Эмпастой можно рисовать как под финиш, так и на финише. То есть, ну, как под топ, так и на топ. Сейчас немножко камеру чуть-чуть вот так. Мне кажется, чуть-чуть резкость у нас пропала. Сейчас. Ну, вот так вот. И теперь аккуратненько. Конечно же, вот вы понимаете, да, что вот эта вот декорация, которую мы добавили, конечно, она может быть абсолютно любой. Цветочки, веточки. Можно что-то нарисовать от руки. Но мы говорим про быстрые дизайны, да, в которых особо думать ничего не надо. Так, ну, и теперь мы, конечно же, немножечко поглумимся и добавим немножко объема нашим веточкам. Не знаю, веточки, на которые вот тут вот какие-то листочки даже есть. Капелька. И поднимаем кисточку. Можно взять, например, там черным продублировать, черной импастой, белой импастой, да, то есть золотой импастой. Ну, это уже кому что больше нравится. Так, ну, еще чуть-чуть. Пусть вот эти золотинки, которые у нас там есть на картинке, они, конечно, останутся под матовым топом. Сильно в глаза бросаться не будут, но и, тем не менее, будут смотреться, как небольшое такое золотистое украшение. Вот таким вот образом. Так, веточку мы увеличили немножечко в размере, да, в объеме, скажем так, ее стало лучше видно даже. И можно еще взять и аккуратненько-аккуратненько пройтись по границе нашей выделенной части с градиентом. Вот таким вот образом. Наталья, скажите, подняла голову. Наталья, скажите, если я нарисую импастой поверх топа, просушу, перекрывать ее не надо? Да, Алена, именно так. Вот смотрите, то есть мы с вами закрыли матовым топом, а ведь это может быть и глянцевый топ, мог быть матовый топ, да, вот мы покрыли в данном случае матовым топом, просушили. И именно уникальность импасты в том, что мы можем с вами рисовать по любой готовой поверхности. Я вот сейчас импасты рисую по готовой матовой поверхности. Мы сейчас, конечно же, все это дело просушим и ничем перекрывать не будем. То есть рисунок будет ощущаться на ощупь. Может быть, другой вопрос возникнет. А если, например, клиенту не нравится, что рисунок, например, выпуклый, да, на поверхности лежит, тогда, девчат, конечно же, сначала нужно было, допустим, приклеить наклеечку, может быть, где-то там ее откорректировать и сделать ярче. Значит, вы наклеиваете там, прорисовываете, а потом просто закрываете топом. Тогда ваш рисунок, конечно же, не будет ощущаться на ощупь, то есть без всяких проблем. Поэтому вот я рисую на готовой поверхности, мне очень нравится. Особенно вот на матовой поверхности, девчат, импаста стоит без всяких проблем. Самое главное – время просушки. Вот если вы импастой рисуете под топ, то импасту можно сушить, как любой гирлак, в течение 30 секунд. А если вы, ну и потом закрываете топом и топ просушиваете. А если вы рисуете на готовой поверхности, то получается нужно просушить топ хотя бы минуточку, да, потом нарисовать рисунок импастой. И читаю вопрос, одновременно пытаюсь ответить. Значит, сушите топ минуточку, потом вы рисуете импастой и импасту сушите тоже не менее минутки. Если вы просушите импасту пару минуточек, да, две минутки, будет только лучше. Вот любые топы, хоть это и гель-лаковые топы, да, неважно какие, сушите две минуты. Вот одной минуты недостаточно. Глянцевый топ будет лучше блестеть, матовый топ будет менее пористый, будет меньше пачкаться потом об одежду. И импастой, если вы рисуете сверху, ну, не поленитесь, просушите не одну минутку, а хотя бы две минутки, да, хуже не будет. Пока вы рисуете на одной руке, вторая рука сохнет, естественно. Вот, так, тут вот могли ответить, Наташа, спасибо, нет, не надо, здравствуйте, а чем кисточки потом мыть? Значит, всегда, девчат, говорим о том, что кисточки, допустим, все наши кисточки, вот в компании Эми, которая, да, значит, продает на рынке, это искусственные кисточки. Одна единственная кисточка натуральная, это троечка мазок. Мы сегодня, кстати, даже добавляли ее в работу. Вот здесь вот ворск соболь красный, поэтому это вот кисточка натуральная. Вот, значит, с ней, в принципе, ничего не должно случиться. А вот кисточки, как бы все остальные, пластинка вот такая, со шрифтами я брала в работу, видите? Шрифт. Очень приятный эфир, спасибо вам большое. Так, я вернусь все-таки к кисточке. Значит, все кисточки у нас искусственные. Если вы работаете гель-лаками или гелевыми красками, ну, конечно же, мы берем искусственные кисточки, потому что натуральными кисточками, они впитывают в себя очень много геля, смысла никакого нет ими работать. Искусственные кисточки хорошо держат форму. Значит, вы должны четко понимать, что искусственные кисточки, по крайней мере, мы, мы, вот я рекомендую, не мыть кисточки в спиртосодержащих растворах, не мыть кисточки в обезжиривателях, в спиртосодержащих, в ацетоносодержащих, не мыть. Кисточки, как правило, перед началом работы я обычно промываю в капельки базы. А в конце работы, оставляю их просто в гель, одеваю колпачок, убираю в пенал. А когда начинаю работать, всегда беру капельку базы. Очень трудно представить себе любого мастера без базы. Всегда есть база на столе. И просто аккуратненько промываю кисточки в капельки базы. Вытираю безворсовой салфеточкой, либо влажной салфеточкой можно вытереть. И кисточка готова к работе. Все, вот она чистая, она пластичная, эластичная и так далее. Кисточки, которые вот с круглым цоколем, беру в капельки, прокручиваю, прокручиваю и собираю в одну точечку. А если вот, например, кисточки с плоским цоколем для покрытия, будь то там скошенный квадрат или овал, с одной стороны в капельки промыла кисточку, с другой стороны промыла кисточку. Все, хорошо очень база очищает любые кисти, девчата, и вытирают. Все, кисточка становится чистой и готова к рисованию. А вот, допустим, когда я складываю в пенал, я прямо даже оставляю гель на кисточке. Вот не мою ее, просто сейчас колпачок одену, в пенал положу. Все. Ну и вот этот вариант мы просушили. Сейчас я вот сюда его присоединю. Вот. Значит, сегодня, девчат, мы с вами делали дизайн, вернее, в дизайн, да, как бы фон делали с помощью гель-лаков, которые у нас относятся к новой коллекции Sensations. Sensations, это шесть розовых оттенков, шесть розовых оттенков, которые прекрасно сочетаются в градиенте из двух цветов, из трех цветов, даже на небольшой буквально там поверхности. Вот они, шесть оттеночков. Так. Ну, три из них, как минимум, я задействовала. Я соединила вот эти три цвета, девчат. 382, 383, 385. Вот так соединила, да. Светлый цвет, средний цвет сделала, да, и тот, который потемнее. Вот они. Вот. Добавила сюда работу, технику стемпинг, да, с помощью м-пасты. Отпечатывала отпечаток. Добавила работу с наклеечками, шермиконами, со всевозможными веточками. Все их можно будет просмотреть. Так. Эфир сохраните. Да, конечно, сохраним. Все подробно объясняете. Спасибо вам. Присоединились, присоединились. Огромное, девчат, вам спасибо за то, что вы посмотрите нас, слушаете нас. Но мы всегда стараемся быть, конечно же, вам полезными. Следующий эфир, дай бог, все будет хорошо проведем, конечно же, в следующий четверг. В это же время. Пишите, может быть, какие-то интересные вам темы. Может быть, мы как раз-таки сможем наши идеи соединить с вашими вопросами и провести для вас прямые эфиры. Всем огромное спасибо. Всем удачи. Всем побольше денежных клиентов. До свидания, девчат. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...